Добрый день, друзья дорогие! Спешу сообщить вам, что в четверг, уже совсем скоро, послезавтра, 5 сентября, в Русском доме науки и культуры, что на Фридрикштрассе, откроется выставка «Магия акварели» народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Вот такое прекрасное, творческое, креативное событие состоится совсем скоро в стенах Русского дома. И у нас в гостях сегодня в нашем эфире Юрий Смирнов, директор музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных искусств. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте! И Елизавета Андреяка, не просто однофамилица художника, я бы сказала близкая родственница и, не поводить этого слова, дочь родная, художник, преподаватель Академии. Лиза, добрый день! Добрый день! Добрый! Ну что ж, мы начнем сначала, наверное, нашу беседу с Юрием. И я попрошу вас, Юрий, рассказать, о чем эта выставка. Что вы привезли? Вы же все привезли уже, наверное, выставка оформляется, да? Нет, выставка еще пока едет. Но мы надеемся, что мы все успеем вовремя. Но вы помните, что вы запаковали в вагончике, так что рассказывайте. Ну, во-первых, я хотел сказать, что Министерством культуры Российской Федерации этот год, 2019, объявлен годом российско-германской дружбы. И поэтому это не просто такая частная выставка, а это выставка в рамках программы русских сезонов, в рамках программы русско-германской дружбы. Хотел бы предварительно начать вот с чего. Великий немецкий философ Гегель в свое время... А то вы подготовились, Юрий, конечно. Старался. В свое время открыл диалектику. По Гегелю все в мире развивается по спирали. Если говорить об искусстве, то 20 век у нас в основном развивался в рамках экспрессионизма и абстракционизма. Но, на мой взгляд, уже давно в этом течении уже нет серьезных открытий. И мне кажется, что по Гегелю неизбежно искусство сейчас должно опять идти в сторону фигуративного искусства. То есть спираль закручивается, да? Да. Ну, и насколько мне известно, в Европе традиции такого вот фигуративного искусства значительно утеряны. В России же они никогда не прерывались. И вот один из замечательных представителей современного, современник наш этого направления, как раз Сергей Николаевич Андреяко. Давайте тогда о том, что будет представлено на выставке, пару минут позже поговорим. А сейчас сосредоточимся, наверное, на личности художника. Я очень надеюсь, что через пару дней мы увидим его здесь на открытии выставки. Ведь его, собственно, школа существует, да? Лиза ее закончила, я так понимаю. Да, да. И Академия, которая была основана уже 7 лет назад, успешно работает. В 2012 году. Можно высшее образование получить там, то есть художники. На самом деле все намного богаче. Все намного богаче. Ну, во-первых, Сергей Николаевич Андреяко, не просто выдающийся представитель вот такой реалистической школы, московской школы живописи. Он создал, в общем-то, уникальное направление. Дело в том, что в основном его творчество, он работает в технике акварели. До Сергея Николаевича в русском искусстве, ну, акварелью писали миниатюры, небольшие портреты, этюды. Воспринималась акварель как второстепенная техника. Сергей Николаевич сделал акварель по-настоящему живописным материалам. И по цветовой гамбе, и по тональной гамбе, и по размеру его работы ничуть не уступают масляным полотнам. Вот. Поэтому он создал некую акварельную школу современную в России. Школу как течение в искусстве и школу как кружок единомышленников и как учебное заведение. В Москве есть школа акварели. Это для, прежде всего, школьников детей, начиная с шести лет и до семнадцати. Идет факультативно дополнительно к школьному образованию. Дополнительно к школьному образованию. И вот в двенадцатом году открылось уже высшее учебное заведение. То есть настоящие лицензии, вузы. Да, да, да. И с возможностью получать высшее образование. Тоже отличающиеся от других художественных вузов. Наш вуз готовит художников, можно сказать, широкого профиля. То есть на базовой подготовке по рисунку и живописи студенты практически выполняют работы, в разных видах и жанрах искусства, где вот это умение рисовать и писать востребовано. То есть это и монументальная живопись, и графика, и целый ряд видов декоративно-прикладного искусства. Это роспись по фарфору, эмальерное искусство, даже с элементами ювелирного искусства. В общем, они выходят такими широкими мастерами. Ну и уже, я так понимаю, несколько выпусков было, да? А второй выпуск, вот первый выпуск, это как раз Лиза, закончила в прошлом году Академию. Папа решил поэкспериментировать на собственном ребенке, как этот процесс выглядит. Ну, успешно, удачно. И в этом году был второй, вот пока только второй выпуск нашей Академии. Юрий, скажите, а вы сам художник же, да, наверное? Да, да, я тоже имею высшее художественное образование. И вы руководите музейно-выставочным комплексом при Академии? При Академии, да. А кроме работ Сергея Андреяки, там что-то же еще наверняка выставляется тоже? Ну, у нас, во-первых, есть музей. В основном это акварелия и графика XIX века, как русская, так и зарубежная. Вот, у нас есть работы современных художников. Вот, и потом мы делаем выставки, во-первых, выездные. И делаем выставки в самой Академии, вот замечательные выставки. Вот весной, например, у нас была выставка «Серебряный век», где были представлены практически все известные художники этого периода. Больше двухсот работ было на выставке. То есть мы стараемся делать еще замечательные выставки внутри Академии. Ну, и я уверена, что не менее замечательной будет и выставка, которая откроется послезавтра в Русском доме науки и культуры. Вот давайте теперь расскажем, что же вы отобрали для нее. Я, насколько понимаю, это будут не только работы Сергея Андреяки, это, ну, и Лизина, конечно, работы будут, и работы талантливых студентов, учеников, выпускников, да? Расскажите, что будет, сколько работ будет представлено? По какому принципу отбирались? Ну, мы хотели, конечно, представить прежде всего работу Сергея Николаевича Андреяки. Я думаю, что зрителям очень понравится его творчество. Вот. Потом мы думали, что надо представить учеников Андреяки. Ну, выбрали в качестве такого ученика Елизавета Сергеевна. Это был совершенно случайный выбор, насколько. Вот. И нам казалось, что в Европе будет очень интересно познакомиться с методикой обучения, поэтому половина выставки будут занимать работы учащихся, как раз начиная от шестилетнего возраста и заканчивая семнадцатилетним. Я думаю, что это будет открытие для немецкой публики. Просто все будут удивлены, что могут делать дети. Как любит говорить Сергей Николаевич, что, ну, великими художниками становятся, конечно, единицы. Но научить рисовать можно любого. Это вот у нас на знамени Академии написано. Но тем не менее в Академии вы все-таки принимаете студентов, которые умеют рисовать. Студентов, да. Не может идти человек сказать, что я не рисую, но хочу научиться. Студентов, да, конечно. Но это будут работы не студентов, а школьников. Школьников, которые, может быть, вообще не будут рисовать в будущем. Которые не стремятся стать художниками. Ну, просто любят рисовать и приходят к нам обучаться. Замечательно. Друзья, напоминаю вам, что в четверг, 5 сентября, в Русском доме на Фредерикштрассе откроется выставка «Магия акварели». Именно о ней мы говорим сегодня с нашими гостями. Юрием Смирновым, директором музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных искусств. Очень изящно звучит это, кстати. И Елизавета Андреяка, которая через пару минут подойдет к нашему микрофону и расскажет о себе, о папе, о выставке и вообще об изящном искусстве сразу после того, как... Ой, Юрий, наверное, вам будет приятно. Я к Йолу зовет песню «Я тебя рисую». Прекрасное, доброе ретро и плюс еще и тематическое. Гость на радио. Русский Берлин. Мы продолжаем беседу нашу с нашими гостями. Послезавтра в «Русском доме» откроется выставка «Магия акварели» народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Эту академию одной из первых, вернее, в первом выпуске Академии закончила и дочь художника Елизавета. Лиз, добрый день. Добрый день. Как училась-то у папы вообще? Ну, непосредственно у папы я не очень много училась, потому что папа определил в свою школу сначала к другим преподавателям, в группу, ко всем, чтобы я проходила программу. Начиная с дополнительного образования. Чтобы девочка узнала, что есть еще другие художники, кроме папы. Ну, у папы была задача учить именно педагогов, а у меня была задача учиться у педагогов. Я отучилась в школе акварели 7 лет и в Академии акварели еще 6. Вообще, это очень интересная история, потому что, насколько я знаю, ваш папа учился в школе у своего папы. Да. То есть у вас совершенно такая вот чудесная, совершенно преемственность. Преемственность, да. А это вообще генетически всегда передается? Нет, вообще ни в коем случае, генетически, я думаю, это вообще не передается. То есть ребенок художника не обязательно художник? Нет, конечно. Это совершенно правильно сказал Юрий, что можно научить абсолютно любого человека. И совершенно неважно, он будет потом известным художником или не очень, будет вообще заниматься этим или не будет. Он будет уметь. Он будет уметь. Вот навыки издания. Да, да, конечно. И, собственно, вся методика, что школьная, что академическая, она построена, она совершенно новая и уникальная в своем роде. То есть это первая методика такая. Позволяющая научить любого. Да. Сергей Николаевич любит говорить, можем научить рисовать даже ежика. Это, мне кажется, все равно теория, пока что не практика. Послезавтра уникальная. Интрига, интрига. Окей. Ну что ж, мы теперь будем говорить, что на выставке будут представлены работы детей, студентов Лизы, папы и ежика. Видимо так. Пап, наверное, поэтому задержался, потому что ежик. Ежик не закончил еще свою работу. Лиз, вы учились в школе папиной, вы учились в академии, вы получили высшее образование, и сразу было принято решение, что вы готовы преподавать или вы будете преподавать. Вообще не совсем. Я начала преподавать с четвертого курса в Муза, вот как раз на отделении предпрофессионального образования. Это дети, которые проходят пятилетнюю программу школы, и после этого они могут идти поступать в ВУЗ, а могут просто, ну вот, закончить, как и музыкальную школу заканчивают, в течение тоже пяти-шести лет, и у них просто будет художественное дополнительное образование. Обучение построено на изучении трех основных направлений. Это рисунок, живопись и композиция. И вот все пять лет мы этим и занимаемся. А у вас тоже есть при окончании академии там отличия, там красные дипломы какие-то? На статистат, да, можно закончить его с отличием, можно и не заканчивать. У них параллельно идет всегда курс истории искусств отдельно, у отдельного преподавателя, и у них идет курс предметов по выбору. Это зависит от того, какие педагоги, какое будет дополнительно еще вести. То есть это может быть что-то прикладное, это может быть роспись керамики, афорт, гончарное дело, анималистическая скульптура. То есть из года в год это... Фарфор еще, Юрий упоминал. Фарфор, это у студентов есть все эти дисциплины, а у предпрофессионального образования у них по выбору, что вот в их год будет, как бы у них вот там обычно есть два-три предмета на выбор, которые они могут год пройти, ну, познакомиться с материалом, именно пока они дети. Ну, подростки, скорее, больше. Лиз, вот вы мне сказали, что совершенно не обязательно это передается по наследству, или вообще не обязательно, или вообще не передается. А у вас, как у продолжателя династии, еще с такой, в общем, достаточно звучной, запоминающейся фамилией, дочери такого известного художника, у вас выбор был? Потому что выбор сейчас прозвучал немножко в другом контексте у вас. Или сразу было понятно, что вы художник? Как-то меня особо никто не спрашивал. Я хотела это услышать. Просто я думаю, когда ребенка в 10 лет спрашивают, хочет он научиться рисовать или не хочет, в любом случае, ну, скорее всего, будет положительный ответ. Конечно, мне было интересно. Но девочка, которая хочет рисовать, и девочка, которая посвящает всю свою жизнь искусству, да, и рисунку, это все-таки немножко разное. Были спорные какие-то ситуации, когда я думала, что, возможно, я не тем занимаюсь, да. Может, не надо. Это было в начале, когда, ну, так всегда, когда не очень получается, не очень хочется. И, конечно, когда стал какой-то прогресс появляться, я втянулась, и вот я до сих пор здесь. Замечательно. И я знаю, что вы покажете зрителям, всем заинтересованным и интересующимся, в рамках мастер-класса, собственно, как из-под вашей кисти появляются бессмертные... Вообще, акварель – это живучая история. Это же самая долговечная. Ага. Это даже круче, чем масло? В чем-то это круче, чем масло. Вообще, свои плюсы, свои минусы. И у каждого материала есть, во-первых, условия хранения и долгосрочность тоже. Акварель может выцветать на солнце, если поэтому обычно их куда-то в темные места, в музеях, может, вы видели в ящиках, обычно вся графика, это ради сохранности. Но вообще акварель – это очень долговечная история. Живучая история, это замечательно. Я можно поговорить про живучесть. Ну, вот считается, что акварель родилась 3000 лет до нашей эры. То есть, можно сказать, сейчас 5000 лет акварели. Масло, как известно, 500 лет назад. Это о многом говорит. Да, так что вот сохранность, по-моему, о сохранности это все говорит. Прекрасно. Спасибо, Юрий, за дополнение. Лиз, вот я знаю, опять же, Юрий сказал, что более 500 работ будет представлено на этой выставке. Это действительно масштабная выставка, которая послезавтра откроется в Берлине. А я так понимаю, что ваши работы вы лично отбирали для этой выставки. На чем вы сделали акцент? Вообще сложно. У вас же, наверное, тоже сотни-сотни, может быть, тысячи работ уже за все это время. Нет, тысяч, наверное, у меня нет пока. Но у меня акцент, в принципе, сейчас у меня немножко есть вектор в творчестве. Мне очень нравится восточная тема. Я писала диплом на как раз две части у нас диплома. У нас каждый выпускник делает две части. Один прикладной диплом по выбору как раз тех предметов, которые студент успевает изучить за пять лет образования. И обязательно диплом должен быть живописный. И у меня получилось, что и та, и другая часть, они немножко с восточным таким привкусом. А чем обусловлен интерес к Востоку ваш? Вообще сложно сказать. Просто я пока путешествовала... То есть все-таки путешествия. Меня это очень вдохновляет на создание каких-то дальнейших живописных или прикладных вещей. Просто эта тема, в которой мне пока очень приятно, комфортно работать, она действительно мотивирует. И, ну, может, я не созрела пока для нашего русского народного духа. Может быть, когда-нибудь это случится, но мне просто это пока не близко. То есть это говорит о том, что какого-то определенного направления у выставки нет. Это такая, ну, скажем, сборная солянка просто разных важных, интересных работ, которые хочется показать. И очень разноплановая она, да, если их так много? Ну, и она представляет еще методику, потому что, ну, я как второе поколение прошедшее именно школу и академию по всем вот этим образовательным частям. И как раз часть школьная – это ученики, которые учатся вот это предпрофессиональное обучение, 5 лет. И еще, насколько я знаю, у нас доп. образования представлено совсем маленьких детей. Это ради развития, когда дети приходят, и они вот только начинают знакомиться с материалом, совсем маленькие. Там попроще программа. И вот как раз на выставке представлены все ступени развития вот этого художественного пути, который, возможно, у нас. Замечательно. И вот давайте вернемся еще к теме мастер-класса. 6 числа, на второй день после открытия выставки, это пятница будет, 6 сентября, в 3 часа дня в Русском доме Елизавета Андряка проведет мастер-класс, где можно будет посмотреть, собственно, как из-под кисти ее возникают, как мы теперь уже знаем, бессмертные, долговечные работы. Вы работаете в акварели, да, все-таки в технике акварели? Да, я работаю в технике акварели. Писать я, скорее всего, буду портрет с натуры. Ну, вот около, там, двух часов это займет. А, то есть еще кому-то повезет? Кто-то будет позировать. Нет, у меня нет конкретной жертвы. Пока мне надо, чтобы что-то было колоритное и вот вдохновляющее как раз на изображение. Окей, ну, действительно, может быть, повезет кому-то. Лиз, а вот вы приходите, вы сейчас официальный преподаватель академии. Да. Какова реакция студентов, когда они приходят и видят, что их преподаватель это юная красотка вообще, а не какой-нибудь там дяденька с усами? Юрий, простите, ничего личного. Вообще, я вот эти четыре года преподаю на отделении предпрофа. У меня подростки, дети, которые собираются поступать. Но с этого года я только вот пойду преподавать у студентов. Я еще у них не была. Но свою группу заранее знаю. Пока их реакцию на свою... Ой, повезло, повезло кому-то. Особенно мальчикам. Друзья мои, в гостях у нас сегодня была Елизавета Андреяка, дочь, мне кажется, это город очень звучит, да, дочь народного художника России, прекрасного совершенно человека Сергея Андреяки, кстати, ректора Академии акварели изящных искусств, которую Лиза закончила в прошлом, я так понимаю, году и где сейчас будет преподавать настоящим студентам. И Юрий Смирнов, директор музейно-выставочного комплекса при этой самой Академии. И беседовали мы о выставке, ну и не только, конечно, в первую очередь о ней, выставке «Магия акварели», которая послезавтра в четверг откроется в Русском доме науки и культуры на Фредрикстрассе в 6 часов вечера в зале Чехов, в фае второго этажа. Всех приглашаем на торжественное открытие. Более 500 работ самых разных, разноплановых будут представлены на этой выставке. Не пропустите. Но если пропустите открытие, не страшно. Выставка продлится до 14 октября. Итак, 5 числа открытие, 6 мастер-класс с Елизаветой. И до 14 октября выставку «Магия акварели» можно будет посмотреть в Русском доме. Лиза, огромное спасибо. Юрий, большое спасибо. Лиз, пап, привет. Увидимся, увидимся на открытии. Ну и песня тематическая, исполнительно любителя, но, мне кажется, название как нельзя лучше завершит нашу беседу. Елена Ваенга с песней «Папа, нарисуй». Всем привет. Ждите Дмитрия Дорогилева с выпуском новостей. Ну и далее по тексту. С вами была я, ваша Маша. Счастливо. Пока.